В сложных условиях эпидемиологической угрозы они первыми принимают на себя основной удар. Падают от усталости, но продолжают нести круглосуточное дежурство на въездах в Карачаево-Черкесию, чтобы не пропустить в республику инфицированных гостей. Сегодня работники скорой помощи отмечают профессиональный праздник. И это совпало с прекрасным всероссийским марафоном «Спасибо врачам», которые в Карачаево-Черкесии поддержали общественный совет МВД, Республиканский поисково-спасательный отряд и благотворительный фонд ИХСАН. Члены этих организаций с цветами и подарками посетили все временные стационарные посты, где дежурят медики и полицейские и сказали им свое спасибо. Мадина Каракетова продолжит. Визит представителей общественного совета при МВД Карачаево-Черкесии и волонтеров поисково-спасательного отряда с цветами и корзиной витаминов очень удивил и растрогал фельдшера поселка Солнечная Арсена Кармазова с первых дней эпидемиологической угрозы уже ровно месяц. Он и двое его коллег совместно с полицейскими, Прикубанского районного отдела внутренних дел и Росгвардейцами дежурят на временном стационарном посту на въезде в республику в Прикубанском районе, сменяя друг друга каждые сутки. Мы стоим не для того, чтобы на галочки ставили, хвалили, не для этого. В первую очередь мы для своей республики стараемся. Но внимание это, конечно, хорошо и приятно. В таком случае можно даже растрогаться, чтобы была бы девушка. Представитель общественного совета при МВД Марат Узденов считает, что медики, дежурящие наравне с сотрудниками полиции, на посту достойны восхищения. Они хоть и падают от усталости, ежеминутно рискуют подхватить опасный вирус, все же не покидают свой пост. Люди должны постоянно вот так приезжать и подбадривать их, чтобы у них мотивация была работать, помогать людям. Они не обязаны это делать. Рискуя всем, тоже же люди могут заболеть, поэтому они больше, чем мы, помогают народу. Именно медики, сотрудники правопорядка, они работают постоянно и находятся в зоне риска. Инициатором акции выступил благотворительный фонд «Ихсан» и «Диабуа», поддержанная волонтерами поисково-спасательного отряда Карачаева-Черкесии и Общественным советом МВД. По словам Марата Узденова, это не единственная акция, направленная на выражение благодарности медикам и полицейским. Арсен Каркмазов и сотрудники правоохранительных органов не пропускают ни одного автомобиля, въезжающего в республику, не измерив температуру водителя и пассажиров. Если температура тела превышает норму, пусть даже совсем на чуть-чуть уже причина для тревоги. Первая задача выявления с температурой и ставить на учет приезжих и нагородных. Ставить на учет, сообщать участковому терапевту. До прибытия до места жительства их уже будет ожидать участковый терапевт. И сажать на карантин на двух недель. И после двух недель будут браться мазки на анализ на COVID-19. У нас в скорой помощи есть ртутные термометры. Перепроверяем два раза, чтобы не было никаких нонсенов. Выявляются температуры, конечно. А приезжие или по работе, или же кому-то в гости, там, с Ясинтуков, с Пятигорского, если выявляется температура, тут же возвращаются назад. В любом случае у нас с Калининграда ехала фура, у него обнаружилась температура 37,8. В том же порядке. В Калининград отправили. То есть у кого температура, вы сюда не пускаете? В республику не пускаем. А если местный, я еще раз повторю, что ожидать будет его до приезда домой терапевт участковый. В специальном журнале фельдшер фиксирует все данные людей и их машин, и гостей, возвращенных обратно, и местных, кто едет домой. А как вот приезжие, к которым вы подходите с вашими приборами, относятся к таким причинам? По-разному. Бывают спокойно, бывает негативно. По-разному. Проходится молчать, делать свое спокойное дело. Объясняем по-человечески, ну, поймайте сами. Вот вы в тоне риска, да, вот как и полицейские, с которыми вы здесь дежуруете. Вам не страшно? Страшно, а что делать? Лучше я один, чем сотни заболеют. Война без жертв не бывает, как говорится. Такая вот ответственная работа кипит на всех въездах и выездах из Карачаева-Черкесии. Цветы и фруктовые корзины удивили и порадовали и медиков, дежурящих на временных постах в Адыехабльском и Малокарачаевском районах. Но несмотря на все усилия медработников и полицейских, нюющих и ночующих на постах, на совете выполняющих свою работу, в республике все же с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. И основная причина – игнорирование требований о самоизоляции, безответственные отношения некоторых граждан как к своей безопасности, так и близких, которых они подвергают смертельному риску. Одни врачи, пусть даже и при помощи полицейских, не справятся, если каждый не осознает свою личную ответственность перед своими родными и обществом. Вадина Каракетова, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.